Миры вращаются у них над головой, гаснут и зажигаются сверхновые, а темная материя стремится в бесконечность. Это не анонс нового фантастического блокбастера, а просто подготовка к очередному сеансу в Барнаульском планетарии. Это настроечная сетка, которая позволяет все-таки показать вот такие программы. Инженер планетария должен знать все технические тонкости и капризы многочисленного и сложного оборудования планетария, поддерживать его в рабочем состоянии и вводить в строй новинки планетарского дела. Разбираться в физике, механике, ориентироваться в современных цифровых технологиях и любить звездное небо. Стоит пять проекторов, каждый проектор показывает свою картинку. Если что-то будет где-то расходиться, то есть по этой сетке мы определяем, точно будет картинка правильно показываться, либо не точно будет показываться картинка. Почти микронная точность нужна для полнокупольной шоу-программы. Внедренные несколько лет назад цифровые технологии сферического проецирования в формате фулл-дом позволяют демонстрировать звездное небо и космос сразу на весь купол во всем его великолепии. Да, для тех, кто не знает, купол не раздвигается. Это на сегодняшний день то, что показывают все везде. То есть все самые современные планетарии, не только Россия, но и во всем мире. То есть мы идем, можно сказать, шаг в шаг со всеми планетариями всего мира. Конечно, у нас немножко система не такая, как фирменная система, которая стоит от 8 до 65 миллионов рублей. Барнаульское звездное небо немного дешевле. Приобретенный софт устанавливали сами. Вот это наш пульт. Очень старый. Особенность, пожалуй, всех планетариев мира цифровые технологии здесь соседствуют с классикой. Малый проектор неба германской оптической фирмы Карл Цейсьена, образца 1957 года, показывает полную копию звездного неба из северного полушария, воспроизводя 5820 звезд. Немцы не ломаются, правда скажу. Единственное, вот этому аппарату, сейчас если посчитать, допустим, да, там 60 какого-то года бросал, то 50 лет, если этому аппарату, единственное, только у него сломался только мотор. И только лампы, подбор ламп был, и все, больше ничего. Мотор заменили? Да, все. Кстати, стоил он в свое время, как 15 автомобилей «Волга». В сочетании с современными цифровыми технологиями создают полную иллюзию звездных войн. Здесь все подписано. Солнце, луна, мотор. Да. Здорово. Включаем. Включаем мотор. И поехал. Поехал, поехал на ход. Я вот сейчас пришел, все это проверил, состояние, что все это все работает, что все настроено, все идея идеальна. Все на этом моя работа перед программой заканчивается. Все. Я уступаю свое место лектору, все, лектор занимается уже своей деятельностью. Постоянно что-то ищешь, что-то, с чем-то знакомишься, что-то узнаешь, пытаешься донести нашим любимым зрителям. Лектор планетария должен иметь хорошую речь, ориентироваться в тематических лекциях, знать астрономию и аппаратуру планетария. Основная специфика это то, что работаешь в темном зале. После сеанса нет, не облегчение, а просто щуришься на яркий свет. Вот и все, после темного звездного зала. В день лектор проводит от двух до шести лекций. Их количество и тематика зависит от заказов учреждений и возраста зрителей. Во время сеанса и демонстрации звездного неба просьба не пользоваться сотовыми фото- и видеокамерами. Люди, которые сюда приходят один раз и остаются надолго. Заместитель директора по науке у нас астроном. Она ведет школу лекторов, обучает наших лекторов. По данным Центра занятости населения города Барнаула, в этом году планетарию требуется один лектор. Но вот предлагаемая заработная плата работников планетария 15 тысяч рублей, отнюдь не космическая. Впрочем, главный бонус – круглое от изумления детские глаза. Достается служащим звездного храма регулярно на протяжении всех 65 лет его существования. Михаил Ширин, Александр Антропов. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова